Есть одна такая камерка, по которой, в общем-то, я введенцы узнают многие. Эта камера действительно с очень интересной, с очень высоким показателем светочувствительности. Несколько лет назад, ну, наверное, два года назад, наш проект подписал договор с Китаем о создании на Ямале водопрожжения, добычи с жрежением природного газа. Смысл такой, что мы в прошлом году занимались вопросом видеонаблюдения для этого объекта. В Москве ездили с строителем, и вопрос звучал так от них, то есть задача стояла так, что, ребята, нам нужна самая такая камера, которая, во-первых, будет самая светочувствительная, потому что у нас Ямал, да, это далеко за полярным кругом, и полгода там конкретно ночь. И второй момент, это чтобы ее невозможно было засветить. Потому что вторые полгода, когда там день, вот, солнце ходит по горизонту, вот, то есть она в зенит не поднимается, и получается так, что там два раза в сутки солнце светит конкретно прямо в камеру. Вот, и они создали такой, знаете, соответственный проект, создали такой прям тест-лабораторию у себя, и говорят, вот, пригласили компаний, и говорят, что давайте, вот, вы показываете свои камеры, мы их будем прям тестировать, вот, и прям, какая нам понравится, такую будем использовать. Вот, было там шесть компаний, вот, одни из них это мы, и мы бы показывали нашу камеру, которую мы считаем самой совершенной камерой, которая вот сейчас существует на данный момент. Вот, это модель Box S2. Box S2, ну, Apex это серия, Box это Box, а S2 это, собственно говоря, та самая модель. В чем такая вот прям, знаете, в чем преимущество этой камеры? Да, забегая вперед, скажу, что ее выбрали, вот, есть ролики, есть тесты, есть все это дело там даже на YouTube где-то, у нас можем, если надо выбрать. Как она показывает? Она показывает не просто там по каким-то параметрам лучше, она показывает на глаз, на глаз просто-напросто огромные разницы, вот, между ней и чем-либо еще. Вот, вот этот Ultra Low Light, это не шильдик маркетинговый, который, ну, как бы, часто используется, и это действительно имеет под собой технологию. Технология, это заключается в двух пунктах. Первый пункт это то, что сама матрица, она двухмегапиксельная, и в отличие от большинства матриц, видите, она очень большая физически, то есть, там, размер самого пикселя, он, там, ну, намного больше, чем в матрицах вот стандартных камер CCTV. Вот, это первое. И второй момент, что, кроме того, что этот пиксель сам по себе большой, используется технология Backluminati CMOS. В чем отличие, да, то есть, стандартный CMOS, то есть, Sony X-MORE, то есть, используют там, Optin, Omnivision, это стандартная технология CMOS, то есть, я не знаю, там, в силу каких-то причин, вот, но изначально было так, что свет проходит, прежде чем попасть на вот эту подложку, саму световосприимчивую, он проходит через целый слой, ну, грубо говоря, микроэлектроники, там, вот эти вот емкости, транзисторы, которые усиливают сигнал. И, собственно говоря, часть света, она просто не доходит. А Backluminati CMOS, это с обратной как-то засветкой, да, то есть, это вот эти слои перевернуты, и получается, весь свет, который попадает на матрицу, он весь приходится на тот самый пиксель. Это технология. А как это выглядело на тестах, выглядело очень просто. Вот была Box M3, ну, в принципе, это камера типичная для CMOS-ов, то есть, это Sony X-MORE 1,2,8 мм, матрица, да, и вот, собственно говоря, никакой подсветки нет, вот 0,4 люксочувствительность реальная, там вот стоит, ну, сейчас не видно, да, но вот это вот стоит, это там, этот самый люксометр. Самое Sony X-MORE, что можно еще пожелать. Вот, а вот она, Box S2. Причем, это никакой не фотомонтаж, опять же, я призываю, кто там со скепсисом, да, то есть, инженерный состав, в общем-то, в России обычно все эти вещи довольно скептически воспринимает, поэтому мы выкладываем все эти вещи в виде видео оригинального. Есть, пожалуйста, можно посмотреть, скачать. Вот, вот они 0,4 люкса, вот она, это, собственно говоря, картинка. И вопрос о том, какая камера будет самочувствительной, в общем-то, сразу снялся, да, вот он, вот он, победитель. Это без подсветки? Это без подсветки, это без всего. Живая подразумевает? Ну, это ночь, конечно, да. Она, конечно, может и в цвете, да, но ночью она в шторку убирается. А если засветка в стороне, она наступна? Засветка, это второй вопрос. Засветка, это как раз дальше там, раз я расскажу вам. То есть, это первый момент, который, первое требование, которое требовал Новотек, это, собственно говоря, самая лучшая чутилильность, которой только может быть. Вот она. И второй момент, который их сильно интересовал, это как раз, чтобы ее невозможно было засветить солнышком. То есть, а, ну это вот автобэкфокус, ладно, это сейчас я тоже. Автобэкфокус, это тоже, у нее есть в комплекте вот эта подстройка заднего фокуса. То есть, смысл такой, что матрица, она расположена на такой вот специально механизированной платформе, да, и под фокус подстраивается не объектив, а матрица. То есть, вы обычный объектив берете, ставите, ну, как бы стандартный, да, а автофокусировка происходит за счет того, что матрица подстраивается, а не объектива. Это уже есть тоже на борту. Вот, а вот и на аппаратной системе ВД. Тоже есть тест, тоже совершенно все открыто, все, мы ничего не скрываем. Смысл такой, что на All-over IP, на прошлом и на позапрошлом, вот мы показывали тесты, то есть, вот это вот, это фото, фотографический фонарь, такой здоровый, тысячеваттный, то есть, рядом с ним стоите, когда он включен, у него невозможно, потому что от него жар такой прям аж веет. Вот, не то, что там в него смотреть, прищурить, то есть, просто невозможно. Мы прямо направляли, прямо вот так вот втык, ей, этой камере, в это в лоб. И рядом мы еще там для, там здесь нету, да, вот этого скриншота, а так, опять же, видео есть. То есть, вставили какой-то текст, да, то есть, смотрели, потеряется ли, потеряется ли как-то, то есть, уйдет он в темное, будут ли там какие-то изменения в резкости. Вот, она как показывала вот здесь, вот так она и показывает. Вот, она вот здесь вот это вот все, как показывала, так и показывает. То есть, засветить ее чем-то там, ну, просто невозможно. У нее в децибелах, если, ну, там, 128 децибел, то есть, это, в принципе, вот за глаза. То есть это разница между самым темным углом, который она отработает, и самым светлым, это один к двум с половиной миллионам. Раз, ну, люксов. Вот, то есть вопрос, опять же, отпал. Это все-все, что требовалось для того, чтобы выиграть этот проект. Но помимо этого, камера, в принципе, имеет еще целый багаж, ну, как бы багаж, в общем-то, всех технологий, которые существуют, все в ней. То есть все собрано в одной камере. То есть вот эта цифровая стабилизация изображения аппаратная тоже есть. То есть если вешаете камеру на столб, ну, естественно, когда там ветер дует, картинка получится вот такая. Стоп-кадры получатся мазаные. В камере внутри в ней есть вот эта цифровая стабилизация изображения. То есть она, в принципе, технология, она есть и там в фототехнике, и в видеотехнике. Она вот здесь вот и используется. То есть на выходе уже поток вот такой вот чистый. То есть, смотрите, камерка, да? Box S2, вот 2 мегапикселя, светочувствительность там я показывал какая. Аппаратная система двойного, система VDR. Скорость 60 кадров. Система цифровой стабилизации изображения. И, в принципе, может показаться... А, АБФ. Автобекфокус. Может показаться, что камера, в общем-то, должна стоить как самолет. Потому что напичкана в нее все, что только можно. Вот. Нет, при этом она стоит совершенно таких вменяемых денег. То есть, если кто интересуется, сразу же. 580 долларов – это ее нормальная цена. Вполне. Поэтому рабочий вариант и годится для, там, не только каких-то супердорогих проектов. Используется, на самом деле, очень часто. И все наши партнеры, которые пробовали, которых волнует вопрос через свет, чувствительности, используют эту камеру уже как два года. Вопрос. А 60 кадров при двухмегапикселях? Да. Там смысл такой. Вот это вот, если вы включаете... А если 30 не будет? Нет, просто делать 30, не больше разрешения? Нет, 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 нет. Там матрица, матрица двухмегапиксельная. Поэтому 2 мегапикселя в любом случае. Вот. А вот если вы поставите 30, то есть вопрос 30 и 60 – это вопрос включения-выключения системы аппаратного ВДР. То есть аппарат ВДР, что имеется в виду, что камера сделает не один кадр, ну, не 30 кадров, а вот эти 60. То есть не один кадр, а вместо него два кадра, да, один пересвеченный, другой не насвеченный. Вот, чтобы выявить и темные углы, и пересвеченные области там не потерять. И потом эти два кадра складывают в один, на выходе минимум 30. Вот такая камерка. Продолжение следует...